Добрый день, уважаемые коллеги! 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 который они обеспечивают, это 1 литр бензина. Это должно быть 3 литра бензина. Везде так. Почему у нас вот это так? Вот это нужно требование к руководству страны. Это простейшие требования. Простейшие. Ну и, конечно, доходы 95% населения должны вырасти вот с 45% до примерно 60% сделок. Покупательский спрос – это двигатель, должен опережать, умеренно опережать производственные возможности. Демография, поддержка материнства. Вот это все этот рост экономики должен обеспечить. Коллеги, мы уже в катастрофе. Полмиллиона в год у нас падает население. Падает нижайшая рождение. Она ниже, чем во Франции. Не надо говорить, что вот там везде в Европе плохо. Ничего подобного. У нас хуже всех. Налог на бездетность, в конце концов, тоже нужно вводить в этой крайней ситуации. Вот я когда начал работу, 6% налог за бездетность был. Раз, не пока не имеешь детей, плати на содержание других. Ну и программа иммиграции. Ну и выйти из плена. Вот это очень важно. Выйти из плена мнимых экономических успехов. Ну что мы всегда хвалим в наше правительство и президенте? Я с уважением отношусь к президенту. Желаю ему успехов. Но все время нельзя хвалить. Потому что если вы будете все время хвалить, это вообще, говоря, развращает власть. Вот от этого тоже нужно уйти. Ну и, конечно, в конце я должен вот Влад Акуджау. Наша жизнь ромашка в поле, пока ветер не сорвет. Дай Бог воле. Умной воле. Остальное заживет. Вот с тобой дело я буду. Спасибо. Спасибо.